Вопрос. У меня есть постоянная девушка, с которой я в отношениях. И вокруг меня кружили разные другие девушки. Я специально встречался с другими девушками на вечеринках. Она видела, как я общаюсь с другими, как другие ко мне относятся, но все равно почему-то значимость моя не выросла. Почему? Почему значимость не выросла? Значит, есть очень интересный крутой секрет, такой прикольный, по этому поводу, который... Он окей. Ладно, немножко подраскрою фишку. Классная. Значит, есть ли такая ситуация? У многих такое может быть распространенная вещь. То есть ты с девочкой, ты с ней в отношениях, и вокруг тебя кружат другие девчонки. Например, там компании какие-нибудь, там тусовки. Ты привлекаешь женщин, может быть, у тебя в тусовке женщины, да? Но она, почему-то на нее вот это не влияет, и твоя значимость не растет. Все очень просто. Она себя считает привилегированной, не такой, как они. Она думает, я особенная, я жена, а они какие-то любовницы, прошмандовки, скортницы, модели. Я там особенная, со мной он настоящий, а с ними он другой. Со мной он там проводит время, а с ними они так для развлечения, они так соски тупые, вот так. Каждая женщина так мыслит, примерно такая логика. Что делаю я в этой ситуации? Очень все просто. У меня тоже такая же ситуация регулярно бывала, там, за все 20 лет моей успешной практики. Вот, и я показываю, не рассказываю, не говорю напрямик ей, да, а показываю, что я на какую-то другую девочку тоже ведусь. Я на ней ведусь, так же, как на нее. Нарушаю правила с ней. Ну, стандартная фишка, да, то есть, как девочка выпаливает, что человек ведется. Он нарушает свои стандартные правила, да. Допустим, я с девочкой нарушаю правила, с которой я в отношениях, там, я, ну, какие-то правила. Например, с ней ни с кем там не сплю на одной кровати, а с ней поспал на одной кровати. Она такая думает, вот, все, он со мной спит, каждую ночь со мной проводит, вот теперь он мой, да. Ну, и, значит, я делаю это аккуратненько так, что она узнает, что я с другой тоже спал в одной кровати. И ее начинает бомбить. Почему? Потому что, ах ты сволочь, ты, я думал, что я одна такая, я уникальная, у меня уникальное право на тебя, а ты какого черта вообще, вот, ты гад, да, вот он мразь. Сколько раз я такое слышал? Я много раз слышал про себя такие вещи, что за моей спиной девочки из моего горя, мы рассказывали там другим, что какого черта он на нее ведется. Он повелся на другую, все, это катастрофа для них. Вот тогда повышается значимость твоя, то есть, когда она не просто вокруг там тебя кружат девицы, там, они привлечены, и они там с тобой тусят, и даже ты с ними спишь. Ну, и что, переспал, и ладно, да. Ну, в отношениях таких, когда там мастер охотится, там, неважно. Переспал, ну, и черт с ним, да, ну, и он с разными спит, он соблазнитель, там, он мастер, допустим, она думает, да, или там, он, не знаю, олигарх там какой-нибудь, там, миллионер. У него куча эскортниц, это так, все бабы тупые, я же крутая, я на коне, вот что она думает. Ее поэтому не бомбит, она не ревнует, поэтому ей кажется, что на тебя плевать. Но как только ты показываешь ей, что такое привилегированное право получает другая, вот тут ее начинает сносить конкретно, да. Это такая особенность интересная, и это всегда работает. Значит, куда писать, чтобы задать вопрос, в ссылке к этому видео, к этой трансляции есть, куда писать, есть тот WhatsApp. Пишите подробно, что вас интересует. Желательно в 3-5 предложений формулировать свой вопрос, потому что иначе его очень сложно будет прочитать. Многие люди мне там поймы пишут, я не читаю только потому, что в прямом эфире это просто не получится. Спасибо. Спасибо.